Продолжение следует... Товарищ Байзак. А как же, меня не провести? Жулики! А эта делянка у меня не зарегистрирована. Хомерка! Давай руби! Товарищ Байзак. Товарищ Байзак. Товарищ Байзак. Товарищ Байзак. Товарищ Байзак. КОНЕЦ 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 Кто там? Я, начальник. Открой, разговор есть. Оттайну за район болта. Ты что, не мог раньше прийти? Не мог, Кондратьев. Отец контрабанда может послушать нас. Гради чепуху. Кондратьев, я не хочу, чтобы меня видели здесь на составе. Пусть думают, что я в разведке. Так лучше. Я напал наслед отца контрабанды. За пересечением трёх ущельей, Чонгозлзуки Чигзлзу, и Джуха что-то находится. Туда сходится караван с опием. Ну и что? Караваны всюду идут. Нет. Я сам видел их своими глазами. Так они сходятся к одной точке. Там находится отец контрабанда. Нам есть четырёх бойцов, и мы навсегда покончим с ним. Мне голова отца контрабанда не нужна. А вот если, не ввязываясь в бой, Проведёте разведку, будет хорошо. Иди. Караболта, ты не сказал обо мне командиру, а? Понимаешь, никак не могу совладать со сном. Стою в ушах, звон. Сижу, звон. Даже сейчас слышу. Кто приходил? Да наш Караболта. Разведчик. Человек. Ну что за человек? Никакой дисциплины. Хочет днём, придёт. Захочет ночь. А то, может, пропас на целую неделю. Человек он известный. От командования при моём пришественнике именное оружие получил. Но вот уже целых три года ищет отца контрабанда, и всё напрасно. Чё и надоест мне вся эта партизанщина, и пошлю я его. Ну, человек он верный? Конечно. Только вот шальной немного и странной. Веришь, Оля, я ничего о нём не знаю, а сам он о себе ничего не рассказывает. Мало, из такого я рода. Как здесь принято? Спрашивал бойцов всегда о такой. Говорят, всегда. Караболта, это же не его имя. Люди его так за характер поразвали. По-нашенски, значит, чёрный топор. У вас их в деревне. Ой, Юр даже есть. Петро! Кто закрывал в сарай? И бабушка тоже. Конрете, откуда она? Йокараболта привёз. С перевала полузамёрзшую. Она из тех, кто до сих пор возвращается на родину из Китая. После восстания. В чём дело? Не хотел издавать оружие. Пошлось попугать немножко. Где его взяли? А здесь, за воротами. Петро! Петро! Сенгим! Ты кто? Я приехал в Караболте. Его нет. Ты чей сын? Отвечай, бандюга! Если не знаешь, кто я, нам не о чем говорить. Это Тай, сын Калмата. Его обижать нельзя. Сын разбойника? Что ты повторяешь слова белого царя? Мой отец честный человек. Когда царский уездный отобрал нашу землю, он убил его и увел весь род в горы. Уже много лет скрывается в горах. Все равно он разбойник. Уйди. Я не хочу с тобой разговаривать. Болван. Под замок его. Кондретий. А кто такой Калмата? Да старик один, глава рода. Черт его знает с кем он. Засел в горах свеченый, в асек стреляет. Сам себе бог, судья, республика. В прошлую осенью ходил к нему агитировать. Так не подпустил. Троих бойцов потеряли. Видимо, старая обида в нем. Ну, а людей у него много? Не думаю. Должно быть целый род. Ну, какой? Говорят, бабы не хуже мужиков стреляют. Интересно. О чем хотел поговорить этот парень с Корбалтой? Ну, было бы не чисто. Мальчишка сюда не приезжал бы. Я здесь никому не верю. Вчера в Маках убили еще одного бойца. Что, ничего, панта, который бандист? Вчера в Макаху. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты, подонусь, запомни, тебе не удастся сбыть моих лошадей. Не пугай. Вон Когары едет. Пусть он рассудит, кто из нас вор. Когары, Когары едет. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и воняет. А говорят, что деньги не пахнут. Товарищ начальник, взгляните. По-моему, он здесь камень принес. Разможить бы твою башку этим камнем, недоумок. А что делать, если моей старухе не в чем из дому выйти? Не подохнет она. Ты что, забыл? Это лекарство государство ценит на вес золота. Хочешь, скажу командиру, чтобы он тебя арестовал? Пошел отсюда. Завтра же принесешь полкило чистого опия. А не то прикажу сдать себя в ГПУ. Витя, чай. Товарищ Кондратьев. Да. Базар вам дал новое имя. Кугара. Интеллина оса, что ли? Да, Кокурев. По-киргызски кугар звучит. Ну, не обращайте на них внимания. Уж чего только я не слышу на базаре. Здесь неисправимый народ. Да, все они контрабандисты. Мы должны границу закрыть накрепко, чтобы настоящий порядок был. Да, да. Я ехал с целью агитировать вас. А вижу, вы все сами хорошо понимаете. Хороший чай. Я два года служил в Бухаре. Но его теперь жить без него не могу. Да, а что вы знаете о Карабалте? Карабалта? Да. А, берите. Кто только его не знает. Он странный судьбы человек. Люди говорят о нем... Что он сродни небесам, подобен соколу, ищущему родную скалу. А вы видели его головной убор? Да. Такой киргизы не носят. Это казахский долбай. А привязанный к луке седла. Аркан заметили? Нет. Это калмыцкий аркан. Из кожи вола. А он что же не киргиз? Киргиз. Настоящий киргиз. Только он скитался по разным народам долгое время. Говорят, при Николае за убийство на каторге был в Сибири. Оттуда бежал, прятался у казахов. А здесь, на Исакуле, был вожаком группы джигитов во время восстания в 16-м. После в Китае забрел к черным калмыкам в общем герой. Пока! Стой! У меня не две головы, чтобы вас обманывать. Раз нужно, помогу. Спасибо. Продолжайте. Я могу положиться на вас. Наш разговор останется в тайне. Конечно, не беспокойтесь. Хорошо. Я знаю одного порядочного человека, который может рассказать вам все о контрабанде. Золотой урод хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой золотой урод? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду. Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади и собирать прошенных лошадей. Ну, а кто их бросать-то будет? Контрабандисты. Они берут и лишних лошадей, чтобы побыстрее. Пригружают в юг нас свежих, а уставших бросают. Ну, а нам-то от этого какая польза? Большая польза. Хочешь, узнай, куда идут караваны? Куда-куда. Конечно, за границу. Э-э-э, Гогар, ты тоже китрый. Караваны идут не за границу. Скажи, куда. Сперва ты скажи. Можно ехать за вами, подбирать лошадей? Ладно, будешь. Я не хочу лишиться своей головой, но тебе, начальник, скажу. В Ушелье Козылинкур заперевален. Есть склад опиимов. Большой склад, сотни мешков. Ты что-то слишком много знаешь. Ха-ха-ха-ха. Правильно, начальник, комиссар. Я еще знаю. Если захватить этот склад, отец Контрабанды в один день станет беднее мне. А кто такой отец Контрабанды? Ха-ха-ха. Этого не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Нам здесь не пройти. Под снегом могут быть трещины. Клянусь, детьми. Я не знал, что лавина закрыла тропу. Если не верите, убейте на месте. Вставай. Вставай, пойдешь первым. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ Конь мой любил пить росную воду с ладоней моих. Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как волк. С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимиртас. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 убей меня чудовище я ненавижу тебя теперь ее душа будет благодарна мне оставь кучкач не пачкай руки пусть его убьют те кому он служил собаки собачья смерть мерзавец 7 смертей обойду все равно найду тебя уже рассвело быстрее собирайтесь где калыча калыча не знаю и что вырядилась как на праздник а 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 о Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну это мы еще посмотрим Спасибо, будь счастлива Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Ты видел следы этих лошадей. Поэтому тот контрабандист и набросился на меня с ножом. А людей вроде бы не видно. Наверное, разбежались после наших выстрелов. Каминка, я. Ну-ка, пересчитай. Товарищ командир, товарищ командир, там дверь. Что? Дверь, в скале. Открывайте. Давай, дай. А ну... Ну, чего вы водитесь? Тьфу, вонища. Товарищ командир, там мешки с лекарством. Опинес, клад. Отца контрабанды. Ну-ка. Своё добро отец контрабанды спрятал у самих духов. Но ты благодаря мужеству нашёл его. Муаил отсюда недалеко. Отец будет рад видеть себя гостем. Хорошо. Ты поезжай к отцу. Скажи, завтра приедут гости. Командир ругаться будет? Не бойся. Я ему объясню. Всадники показались. Гости едут. Едут. Гости едут. Гости едут. Вставайте. Встречайте гостей. Мальчик мой сам гостей позвал. Значит, стал уже настоящим мужчиной. Тётушка Аим, это не Атай. Здравствуйте. Дедушка, дай мне. Дай. Булат, возьми. С приездом вас, почтенные. Спасибо. Потропитесь с угощением. Хорошо. И это ты так стреляешь, негодный мальчишка? Такой большой джигит, а в птицу попасть не можешь. Погоди, всё расскажу твоему деду. Не с добрыми вестями мы здесь, Аксакал. Житья не стало от этих зелёных фуражек. Атай и Карабалта у них в плену. Был склад в Красном ущелье, и тот захватили. Если поможете отобьём склад, тогда половина добра ваше. А там через перевал Коюкап с Божьей помощью. О, небо! О, небо! Ночью мне приснился сон. Видно, старею. Одно и то же вижу. Будто струится вода между пальцев. И мне легко и приятно. О, почтенный! Вода одна из четырёх стихий жизни. Это хорошо, когда она снится. Будете долго здравствовать? Нам уже нет приюта на этой проклятой земле. Зелёные фуражки сегодня у вашего порога, завтра они будут хозяйничать в юрте. Будьте осторожны, Скогары. Земля не теряет святость. Её теряют люди. Когары едет ко мне в гости. О, создатель! Какой он вам гость? Зелёная оса обманет вас. Человек, не пожалевший Атая, думаете, вас пожалеет? На гости моего сына. Я не подниму руку. Зелёная оса поступил верно, уничтожив твой ядовитый склад. Короче, и на ту сторону не пропустите? Да, там нечего вам делать. Здесь брошенная юрта! Что делать? Садитесь мосты! Амбулит, поставьте справа! Карабалтай, видимо, эту юрту видел. Ты же обещал погостить у нас, а сам собираешься вниз на заставу. Славный ты, парень Атай. Славный ты, парень Атай. Но мне необходимо поскорее отвезти груз. А я, как командир, должен быть во главе отряда. Здравствуй, начальник комиссар! Как здорово самочувствую я? Здравствуй, господин. Постой! Пусть бойцы проводят тебя до ущелья. Там могут быть разбойники. Не надо, ты забыл, что я сам сын разбойника. Золотой рот. Как разыскал нас? Твоё имя у всех на устах, начальник. Ты стал знаменитым человеком. Но мне помощь, значит, хороший человек. Как же мне забыть тебя? А я приехал за твоим обещанием. За каким таким обещанием? Ха-ха, товарищ начальник, зачем забываешь? Ты мне разрешил ехать сзади и подбирать лошади после контрабанды. Ищи захотел. Лошади нам самим нужны, видишь? Мешки грузим. Это правильно, товарищ начальник. Но не надо тебе делать, грузить. Это почему же? Мне прислал один большой человек. Но не могу назвать его имя. Но хочу сказать правду. Этот человек просил тебе сказать, оставь опием, уходи отсюда. Слушай, передай этому человеку, что он болван. Правильно, товарищ начальник. Он действительно болван. Но он сказал, если отсюда идешь, тогда получаешь свою жена. А если нет, то я боюсь сказать. Ты что, с ума сошел? Твой, твоя жена у этого человека. Где она? Где, отец, контрабанды? Я могу сказать, он недалекого ущелья. Но твоя жена может умореть раньше, чем ты сделаешь первым и быстрым. Слова-то очень большие. Про них надо долго думать, а потом решать. Сколько мне для ответа? Три дня. Хорошо. Хорошо. Я буду думать. Смотрите, недаром говорят, честному джигиту и дичь сама в руки идет. Смотрите, недаром говорят, честному джигиту и джигиту. Ну, что мне с тобой делать? А ты смелая девушка. Не ожидала. Ну-ну, молчу. Только вот плохо коня загубила. Я не хотела. Что? Где мой Атай? Ваш сын свободен. Он уехал. Ты думаешь, что поймал меня в капкан-три? Берегись. Никакой ловушки здесь нет. Можете ехать. Можете ехать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я думаю, Кугары, что ты один из уездных Белого Царя, но ошибся. Аксакал. Белого Царя давно нет в помине. Сейчас везде новая власть. Возвращались бы на озеро. Я ищу сына. Мы поможем вам? Это сделают мои джигиты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Иди к нему. Что теперь делать? Можешь погреться у огня. Пусть бросит винтовку и сойдет с коня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бросай винтовку. Слезай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какими судьбами, герой? Что, мириться приехал? Правильно, дорога к красным тебе заказана. Все твои грязные делишки выплыли наружу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Или, может, заблудился? В таком случае езжай к своему кугару, он недалеко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что, боишься? Нет, байдзак. Я к тебе не с миром пришел. Неужели? Может, нам, бродягам, войну объявишь? Да, негодяй. Только за этим я здесь. Хочешь жить, принимай условия. Не обрекай людей на новые муки. Вернешься на озеро и будешь просить прощения. Уберите его. Бросайте оружие. Убирайтесь, пока целы. Байзак! Выходи! Только ты мне один нужен. Мы еще встретимся, байзак. Ты что, ты что, недотрога? Понимаю, мой повелитель. Тебе плохо. Но не падай духом, я помогу тебе. Пошел вон. Нет, сперва ты выслушай меня. Жизнь моя на излете. Кого хитреца, как байзак, встречаю впервые. Думаешь, он верит к угары? Хоть и подбросил ему такую приманку. А вдруг нарушит свое же условие и с помощью аргынов уйдет через перевал? Тогда он вас за кордоном отправит к Аллаху в рай. Что ты мне предлагаешь? Вот что. Вызови аргынов на байгу. Если победишь в скачке, тебя никто пальцем не тронет. Здесь нет моего скакуна. Мой повелитель, мудрец трижды посоветуется с собой, прежде чем дать совет другому. Но будем откровенны, простому человеку не до хитростей. Если придешь первым на скачках, что я буду иметь? Табун лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. Старейшины. От имени своего отца Калматы я вызываю на байгу весь ваш род. Ну и хвальбишка. Ты где научил твой наглости, выскочка? Эй, молокосос, ты хоть представляешь, в каком ты сейчас положении? Сын Калматы. Я хочу знать твою ставку. Моя голова. Твоя голова и так в моих руках. А если ты такой храбрый, поставь на байгу перевал, который в руках твоего отца. Хорошо, я согласен. Чем мы будем обязаны, если ты победишь? Свободу мне и русской хану. Сын Калматы хочет достойно умереть. Стоит ли ему мешать? Только запомни, проиграешь, сам отрублю тебе голову. Что он там? Не шелохнется. За это время мясо сварилось бы. А чес его знает, чего он умолк. Эй, длинноухие ишаки. Берите меня. Не кончились бы патроны, показал бы я вам. Да и ей тут не место. Благослови, Господь. Благослови, Благослови. Оооооооооооооо! Бang! П jung! Откуда вам это известно? Атай вызвал арганов на байгу. Надо помочь Атаю. В этих скачках ему поможет только Всевышний. Эх, Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Аксакал, если бы народа нельзя, понятно? Атая. Вот это скакун. Байзак. Видно, сыну Калмату придется дать свободу. Да, да. Это будет справедливо. О господи, неужели это Атай? Он, он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Бедный мальчик. О боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свобода у нее и русский ханум. Да, но там он слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд и потому не видит тебя добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Прекратите глотки драть. Не забывайте, что я еще отец контрабанды. Никто не градит мне дорогу. Вы там у меня еще будете просить милостыню? Прочь, в сторону. Калмат едет. Калмат со своими джигитами. Шторты поразевали. Все, кто с оружием, вперед, быстрее. Что-то я мог плохо видеть. Глянь, кто это там еще скачет. Эй, родичи, куда вы? Не в ту сторону бежите. Калмата встречайте. Эй, Брай, ты сообщишь Батыру о смерти его сына. Сен-Чердот. Подожди меня здесь. Сен-Чердот. 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 Осторожно, Карабалта! Он снова тебя обманет. Свяжи его. Сдаюсь, сдаюсь. Вези к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба. За то, что поймал отца контрабанды. Болтай! Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды, ты мёртв. Но ты нанёс мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор. Или я унесу его с собой в эту пропасть. Болтай! Болтай! Дихкани! Вы, наконец, поняли, что Байзак обманывал вас? Опутав ложью и угрозами, он уводил вас от новой жизни. Возвращайтесь назад. Обрабатывайте землю. Выращивайте хлеб. Ведь эти горы из Сыкуль, испокон веков ваши. Теперь эту землю никто не отберёт у вас. Советская власть будет её оберегать. Продолжение следует... Дядя Байзак, простите Карабалту. Пожалейте его. Помиритесь, пожалуйста. А-а-а! Левики ААААААААААА! Наш-а! А-а-а! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...